Костариканцы сами по себе очень дружелюбный народ. Я бы даже сказал, что мы самые дружелюбные на всем южноамериканском континенте. Там парни стояли, курили что-то. Трав курили. Часто курят здесь? Да, постоянно. Она разрешена здесь ли Гавайи? Нет, не разрешена. Какое-то время назад, 30-35 лет назад мы вообще спали с открытыми дверями. Мы не боялись никаких воров. Люди боятся, но на самом деле не так опасно. Зарплата почти 3000 долларов в месяц. Просто директоров школы. Костарики в основном все пьют и пьют. Закончилась коррупция в политике, в государство. Есть и честные люди. И есть, как и везде. Не имеет значения. Полиция это или какие-то другие места. У нас нет вооруженных сил. У нас нет войны. Мы не чувствуем этого. Все отлично. Все замечательно. Замечательно все. Сегодня мы вместе с вами совершим необычное путешествие. Мы отправимся в мир людей, живущих на этой планете, но во многом живущих совсем иначе. Им не особо нужны деньги. Когда им плохо, они счастливы. Когда нет работы, они тоже счастливы. Их счастье не про количество денег на счету, автопарк или про недвижку. Их счастье во внутреннем спокойствии, балансе, благодарности за то, что есть и вере в будущее. Из этой страны никто не хочет уезжать, а те, кто уехал, возвращаются обратно. Здесь курят травку, играют в футбол и много пьют. Здесь нет армии, но зато в изобилии чистая вода и воздух, океан и море, горы и джунгли. В этой стране не просто очень долго живут, здесь очень долго и счастливо живут. Здесь реально всем все пофиг. Настолько пофиг, что это стало настоящей религией, пронизывающей все. И у этой религии есть имя. Это Пуравида. Пуравида это про счастливую и беззаботную жизнь в Коста-Рике. Забейте сейчас на все, отложите дела, беспокойства, планы и насладитесь этим моментом. Мы вместе погружаемся в это состояние. Позвольте себе насладиться жизнью на полную. Приятного просмотра. Моё знакомство с Коста-Рикой началось с простых людей на улице, которые абсолютно не зная меня пригласили к себе домой. Мы вместе пели караоке и не спеша наслаждались жизнью. Просто вдумайтесь, вы только приезжаете в новое место, а вас уже зовут домой, не спрашивают паспорт, откуда ты и кто, чем занимаешься, а просто зовут к себе. В этом фильме мы встретим множество таких людей. Вместе пройдем Коста-Рику от Панамы до Никарагуа и от Тихого океана до Карибского моря. А сейчас познакомимся с особенным костариканцем, который долгое время жил в Украине, много путешествовал и все-таки вернулся обратно. И сейчас работает директором школы. Нас ждет Хулио из городка Барва. Меня зовут Хулио Родригес Бугантес. Мне 55 лет. Работаю директором школы. Когда мне было 20 лет, я решил чего-то поехать в Советский Союз. Хотя для нас был ужас. Коммунисты и там детей кушают. Но я так решил и поехать. И меня отправили в Киев, в педагогический институт иностранных языков, чтобы изучал английский язык и русский язык и литературу. Вот после шести лет вернулся я, устроился преподавателем английского языка, но потом пришел в школу и остался в школе, и стал директором школы. Сейчас живу в городе Барве, который находится где-то 20 километров от столицы, от Сан-Фосе. У меня свой дом, слава Богу. Живу с своим сыном. И когда придется работать, мне придется оставить дом и уехать на работу, потому что он находится где-то два часа езды. И как-то не получается поехать и вернуться домой. Поэтому я уезжаю по понедельникам, приезжаю домой по пятницам. Это центр города Барва, правильно? Да. Сколько населения здесь живет и кто в основном живет в этом городке? Это 20 тысяч человек. Ну, живут простой народ. У нас люди, которые живут в этом центральном пляте, почти одинаково. Если мы пойдем в другой город, будет то же самое. Такие же люди, такая же церковь, такой же парк. Очень похожи все города Коста-Рики. У вас нет адреса, правда? Даже смешные адреса. Я, когда даю свою адрес, я говорю, 300 метров на север от церкви, допустим. А как же тогда регистрируется твой дом? Вот так, таким же образом. Да, это не шутка. В Коста-Рике действительно нет адресов. Нет, но они как бы есть, но они совсем не такие, как мы с вами привыкли. В жизни Коста-Риканские улицы никак не отмечены и в большинстве анонсированных пунктов отсутствуют таблички с их названиями. Чтобы объяснить дорогу, люди ссылаются на ориентиры. Например, 50 метров направо от дерево напротив футбольного поля, пятый дом слева. Ну, вы все поняли. Адреса отеля обозначают с привязкой к магазину, банку, церкви, школе, футбольному полю или какой-нибудь достопримечательности. Удивительно, но такая система адресов действует даже в столице Коста-Рики, Сан-Хосе. Уверен, что если среднестатистическому костариканцу рассказать про нашу систему адресов, он очень удивится и спросит, зачем нам усложнять свою жизнь? Ведь любой сосед тебе скажет, как пройти надо лишь спросить, а потом обязательно еще добавит. Пура вида. Ну, а мы сейчас перенесемся с вами на Карибское побережье, куда ехать от центрального плато и Сан-Хосе не менее шести часов. Но зато по какой дороге. Такое ощущение, что ты в сплошном национальном парке и каждый кадр у тебя выходит лучше предыдущего. Вообще, у этой части Коста-Рики совсем другой вайб, климат и даже люди совсем по-другому выглядят. Вы это точно заметите. А также важным, очень важным является наличие рядом пляжа и большой воды. Это создает совсем другую атмосферу. Но об этом немного позже. А сейчас мы познакомимся с местным жителем Ильмером. Признаюсь вам, беседа с ним, как впрочем, и посещение этой части страны принесла мне огромнейшее удовольствие. Такс, это где мы с тобой? Сан-Клименте. Слушай, а здесь туристы вообще бывают? У нас их здесь практически не бывает. В основном только местные. Реально? То есть я первый? Да, ты первый. Блин, это круто. Ну что ж, давай посмотрим, как вы здесь живете. Я так понимаю, что люди здесь в основном живут вот в таких вот маленьких домиках. Да, у нас тут океан рядом и часто дожди. Поэтому домики строят как бы повыше, чтобы, если что, не затопило. Вот это вот твой дом, да? Да, это дом, где я живу. Добро пожаловать в мой дом. Мы здесь живем вместе с моим другом Педро и его братом. Наша дверь вот так вот открывается. Ага, значит, вот так вот все просто. То есть в следующий раз, когда тебя не будет, я смогу войти сам, да? Да, это пароль такой. Это гостиная. Там кухня. Это туалет и ванная. А вода в туалете вообще есть? Да-да, есть, конечно. Вот стол для наших, так сказать, трапез. Это у вас тут кухня? Ну, это скорее столовая. Да, столовая. Не знаю. Вот здесь у нас кухня. Это место больше для поесть. Давай, покажи мне, пожалуйста, вашу кухню. Вот кухня, где мы готовим. Здесь маленькая плита и микроволновка. Кофемашина. А это для того, чтобы молоть какао. У тебя тут прям какао-бобы есть? Ага. А что ты вообще обычно ешь? Мы, костриканцы, в основном едим рис с фасолью. Гайо пинто. Это наше типичное блюдо. Здесь мы мелем какао. Я вот не пью кофе, так что это у меня такая замена. А вот Педро и его брат пьют кофе, потому что они его больше любят. Кока-кола? Кока-кола? Ты серьезно? А, ну, вообще это... Вообще мы не готовим здесь. Опять кока-кола? Это для продажи. Вы продаете кока-колу? Продаем. Представляешь? А где вы ее продаете? Ну, соседи могут прийти специально, чтобы купить... Не знаю. У нас тут прям как Лидл. Целый супермаркет. Что из еды ты любишь больше всего? Патаконес. Это такой жареный платан. Платан это типа большой банан, да? Да, это по сути жареные бананы. А еще рыба, кстати. Это у меня прям любимое блюдо. Но я, конечно, все равно довольно часто ем рис с фасолью, потому что я все-таки живу здесь. Это наше национальное блюдо. Твоё определение, что такое пуравида? Пуравида – это чисто костариканское выражение, которое многое означает. Я сам употребляю во всех формах. Сказать хорошо, сказать спасибо, сказать даже пока, сказать доброе утро, добрый вечер. Много значений. Если я говорю в Мексике или в Гватемале или в Аргентине, я говорю пуравида, и сразу поймут, что я из Коста-Рики. Потому что это только в Коста-Рике так говорится. Пойду на работу. Если ты меня приглашишь куда-то, говорю, ну, пошел, все, пошли. Я ставлю свою работу, ставлю свою удовольствие. Это тоже связано с нашим выражением пуравида. Мы такие, мы все оставляем. У меня завтра пойду на работу в 7 часов. Блин, поздно вставал, ну, в похуй, блин. Поздно приду. Или просто не пойду. Вот так мы такие. Коста-Рика считается по разным рейтингам одной из самых счастливых стран. То есть стран, где живут самые счастливые люди, либо самые позитивные и жизнерадостные. Мы счастливы, потому что даже если у меня нет денег, я говорю, да, идем гулять. У людей нет денег, и все говорят, все, едем на пляж отдыхать. Коста-Риканский народ, можно сказать, очень пьюшу. Мы любим пить. Мы тоже очень сильно любители футбола. Тут без футбола в Коста-Рике нельзя жить. Все только думают о футболе. С самого детства все дети болеют, женщины болеют, все ходят на футбол, на стадион. Когда играют в сборную, за два-три часа до матча надо готовиться. А если побеждаем, еще три часа праздника. Я проехался уже много по Коста-Рике и практически во всех домах вижу решетки на окнах, где-то колючую проволоку. Почему это так происходит? Ну, к сожалению, у нас преступность есть. Ну, получается как привычка. Если ты начинаешь строить дом, ты сразу думаешь о решетке. И правильно заметил, в каждом доме есть решетки. Хотя и, не знаю, я в течение 20 лет никогда не пытались ко мне там зайти. Как сказать, люди боятся, но на самом деле не так опасно. Да, Коста-Рика считается одной из самых безопасных стран Латинской Америки. Хотя говорят, что в столице есть некоторые проблемы в этом плане и в других регионах обстановка сильно поприятнее. Вообще, первое, что удивляет здесь, это то, в каких домах живут местные. Из-за большого количества вулканов тут таки иногда, но происходит землетрясение, поэтому высоток нет вообще. Только малоэтажные здания. Очень часто они обнесены высокими заборами с колючей проволокой, а все окна, тоже скрываются за решетками. Местные говорят, что таким образом они пытаются уберечь себя от краж. Чтобы защитить себя, некоторые костариканцы даже нелегально приобретают оружие. Законом здесь самозащита никак не наказывается. Вообще, оценить общий уровень криминогенной обстановки можно с помощью индекса преступности, показывающего, насколько безопасно проживание в стране с точки зрения рисков стать жертвой нарушителей закона. Чем выше значение индекса, тем больше такой риск. Так вот, по состоянию на 2023 год, Коста-Рика заняла 38 место среди 137 стран в рейтинге стран по уровню преступности с показателем 54 преступления на 100 тысяч жителей. Для сравнения, Бразилия на 9 месте, у нее 67 преступлений на 100 тысяч жителей, Перу на 12, а Доминикана на 22. Мои предки жили в горах на границе между Коста-Рико и Панамой еще более тысячи лет назад. Наша богиня, кстати, согласно нашей вере, создала нас и дала нам природу, чтобы мы, собственно, могли выжить. Ну, то есть получали еду и все, что нам нужно от животных, рыб. У нас здесь есть река, и благодаря ей мы находим себе пропитание для жизни. Мы верим в нашу богиню, и она дает нам все, что нужно. Не только в физическом плане, но и в духовном плане тоже. Когда у нас есть какая-то сложная ситуация, например, она показывает нам, как ее решить. Ну и, конечно, какао – это часть нашего рациона. И мы выращиваем свою еду, семена всякие, фрукты, и еще охотимся и рыбачим. Сначала мы учимся выращивать разное, ну, просто типа как хобби. А потом делаем это уже, чтобы выжить. Как ты думаешь, где лучше жить – высоко в горах или вот здесь, рядом с океаном? Для жизни и работы, конечно, здесь хорошо. У тебя больше возможностей. Но если для наслаждения жизнью, то я больше люблю горы. Потому что мне прикольно там жить, и я вообще часто скучаю по своему детству в горах. Вот мы сейчас сидим, и так хорошо слышно, как играет музыка где-то рядом. Это вроде твои соседи. Что за музыку они играют, и вообще, что за люди здесь живут? Это костариканцы, либо они из Панамы, или, может быть, из каких-то других племен? Да, в Коста-Рике у нас есть, не знаю как по-английски, но мы называем это банда. Это как музыкальная группа. Тот мужчина, он практикуется, потому что он в составе одной из групп тут, в Эль-Баха-Лестра. И еще он детям преподает в одной из местных школ. А местные здесь, они смешанные в основном. Между коренным народом кабикарис и афрокарибскими и испанскими корнями. Так что можно сказать, что люди здесь очень особенные. Ибо после колонизации отношения между коренными народами и афрокарибскими были хорошие. Так как они все работали в полях, выращивая свою еду. Вот почему они даже по сей день остаются друзьями. Какое-то время они женились между друг другом, так что вышло новое поколение. Мы все уже смешанные. Здесь безопасно жить? Бывают ли какие-то неприятные случаи? Здесь всегда довольно тихо и спокойно. Потому что почти все сами выращивают себе еду. Местные культуры типа бананов и какао. Особенно в городе Лимон. Но это не то, что прям город, там жизнь больше похожа на жизнь в горах. А сколько стоит здесь жить? Сложно сказать конкретную цифру, все зависит от того, где ты живешь. В 25 километрах отсюда главный город Лимон. Там будет вдвое дороже. У тебя может быть, например, 200 тысяч колонн. Это где-то 400 долларов. И здесь можно снять двухкомнатное жилье с кухни и так далее. И платить за это 200 баксов. Это примерный расчет за вот такой вот дом. Но я, понятное дело, не плачу. Потому что мой друг Педро владелец самого дома. И так как он мой друг, и я работаю с ним на плантации, нахожу, где продавать какао. Он же какао-фермер. И вот у нас с ним такая договоренность. Я, помогая ему продвигать товар, нахожу, где продавать его. И могу за это жить у него. То есть здесь нужно всего лишь 100-200 баксов для жизни. И этого будет достаточно? Ну, как минимум, нужно где-то 300 долларов. Просто для того, чтобы хотя бы обеспечить себе базовое питание. Как для Коста-Риканца. А если хочешь более комфортной жизни? Тогда где-то 600. Да, 600 долларов. У нас туристов особо не бывает. Но вот зато в последнее время много иностранцев. Купила здесь недвижимость. Да и в общем сложно найти жилье под съем. Это редкость. Потому что тут практически одни местные живут. В своих же домах, соответственно. Так что это непросто. Но если ты приезжаешь и находишь жилье, и начинаешь жить здесь, к тебе может быть разное отношение. Потому что некоторые говорят, что вот, приезжают с кучей денег, может дадут нам работу. Кто-то говорит так. А другие, что они украдут нашу землю. Вообще все зависит от человека. Сколько здесь стоит купить дом или землю? Со скольки вообще стартуют цены? Смотря где. Около океана одна цена. Может где-то 100-150 долларов за квадратный метр земли. А если хочешь уже участок в километре от океана? Да, у нас где-то как раз один километр. Так что здесь можно один квадратный метр купить за 50-70, может 80 долларов. Или мэр, скажи пожалуйста, если бы ты мог жить в любой стране мира, или вообще в любом месте, где бы ты жил? Для жизни здесь, конечно. Потому что здесь и океаны, горы, прекрасный рассвет и солнце. Я не хотел бы жить ни в каком другом месте. Но страна, которую я хотела бы посетить, это Германия. Проведать своих друзей. Ну и, наверное, еще кроме этого, Альпы в Швейцарии. В большей части. Потому что хотел бы увидеть снег, который ни разу в жизни не видел. Поэтому да. Это все интересно для меня, конечно. Но переезжать я не собираюсь. Инмер, чем ты зарабатываешь себе на жизнь? Я так понимаю, ты работаешь на каково-плантациях как гид, да? Окей. Значит, сначала я там работал как садовник. А потом, когда уже выучил английский, я стал работать как гид-экскурсовод. Но у меня нет для этого специального сертификата. Так что сейчас, по некоторым дням, я работаю, продавая какао в магазине. Для одной какао-фирмы. А по другим дням я работаю гидом для другой компании. Но я рассказываю только про какао. Потому что я не экскурсовод все-таки. Мне же сертификата нет. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Ну, я не работаю каждый день. Например, на прошлой неделе это было только два дня. И за это я получил где-то 110 долларов. Так что выходит обычно в неделю, не знаю, 150-170 долларов. Если бы ты мог получать сколько угодно в месяц, сколько бы ты хотел? Не знаю. 800-1000 долларов в месяц, думаю, было бы неплохо. Чтобы вкладывать в какой-нибудь проект. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, всегда найдет оправдание. Расскажу вам одну историю. 2020 год, март месяц, я только прилетел из Бали, куда возил группу бизнес-партнеров вип-тур. И уже готовлюсь к вылету в Японию. Но случается корона. Все все хорошо помнят. Не будем снова кормить этот эгрегор. Так вот, на тот момент в моей команде поиска билетов в путешествие TripMyDream было около 30 человек. А как вы помните, людей заперли дома надолго. Не разрешали не то, чтобы в другую страну отправиться. А и в магазин. Под присмотром. Ну и понятное дело, что продажи упали в ноль. А людям нужно платить деньги. За офис нужно платить деньги. За сервера нужно платить деньги. А это десятки тысяч долларов ежемесячно. Короче говоря, просто ежемесячно, много месяцев мы сжигали то, что до этого заработали. Да, можно было, конечно же, уволить людей, сократить, отправить бесплатный отпуск. Но это не про нас. Мы искали возможности. И уже через пару месяцев для команды IT я нашел несколько проектов на аутсорсе. А с командой маркетинга решил запустить курс по маркетингу. Для новичков. Для тех, кто хочет разобраться, как и что работает. Освоить новую профессию. И иметь возможность работать из любой точки мира. Так вот, за три года мы из курса выросли в школу цифровых навыков пара. Обучили более трех тысяч человек со всего мира. И продолжаем обучать тех, кто готов взять ответственность за свою жизнь. Если вам нужны реальные знания в интернет-маркетинге, вы хотите освоить новую профессию. Иметь возможность работать онлайн из любой точки мира. Начать более эффективно продвигать свой бизнес. Приходите учиться в школу цифровых навыков пара. Все лекции вживую. Чат поддержки, где мы отвечаем на все вопросы. Помогаем разобраться в темном лесу интернет-маркетинга вместе. Проверка домашних заданий и консультации по вашему бизнесу. Что важно, у нас скоро начинается тринадцатый поток обучения и сейчас действует самая большая скидка. Вы можете зарезервировать себе место по самой выгодной цене, а остаток оплатить позже. Приходите, разберемся во всем вместе. Также, если вашему бизнесу нужна помощь в продвижении в интернете, контекстная реклама, СММ, СЕО, приходите в мое агентство пара-эйдженси. Школа цифровых навыков пара. Давай разберемся вместе. Оля, скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь и сколько тебе нужно денег в городе Барва, имея свое жилье для комфортной жизни? Зарплата почти три тысячи долларов в месяц. Просто директором школы? Да. Три тысячи долларов? Так все директора школы зарабатывают? Ну, все зависит от того, в какой школе ты работаешь и сколько лет ты работал. Я уже достаточно работал, но у меня знакомые, которые и больше зарабатывают, а другие чуть-чуть меньше тоже зарабатывают. Но тут в Коста-Рике достаточно платят учителям и профессорам. Минимальная зарплата уже государственная – 371 доллар в месяц. Это минимально. Это получают, ну, допустим, увольщицы, кто работает там в сельскохозяйстве, допустим. Один брат, допустим, работает таксистом. Я с ним разговариваю, он говорит, у меня получается где-то полтора тысяч долларов в месяц. У меня тоже другая сестра уже пошла на пенсию, она работала учителем тоже. У него пенсия, где-то полтора тысяч долларов тоже пенсия. Сколько нужно тебе с сыном вдвоем денег в месяц, имея свой дом? Тысяча долларов в месяц. Это включает, ну, раз в неделю сходить в ресторан. Я хожу в бар. Одежду иногда надо себе покупать за проезд. У меня машины нет, я еду на автобус. Потом за электричеством достаточно, за воду надо. Ты работаешь директором школы. До этого ты был преподавателем. Насколько хорошая система образования в Коста-Рике? Среднее образование и высшее образование? Образование в Коста-Рике хорошее. Хотя в последние годы, все говорят, из-за эпидемии, из-за ковида, из-за того, что интернет не везде, государство, дети как-то остались на два-три года. Потому что уроки были через интернет, кто-то получил, кто-то не получил. И во время эпидемии дети не ходили в школу. У нас часть границы разделяет одна река, Рио-Сан-Хуан, Коста-Рика-Никарагуа. А на стороне Коста-Рики есть школы, а у них нет. А есть у нас в школе, где 90% студентов – это никарагуанцы. Но они не живут даже в Коста-Рике. Они живут в Никарагуа. Каждый день с утра они переливают речку, получают образование, даже получают тетрадки, получают форму. Они там обедают и после занятий плавают обратно. И еще в Коста-Рике есть несколько школ, где только один студент. Потому что в Конституции написано, что образование должно быть обязательно до девятого класса. А кроме этого бесплатное. И если так написано, если там кто-то живет в джунгах, то преподаватель или учитель должен туда образовать ребенка или 2-3 человека. Ильмер, расскажи мне, пожалуйста, какие они вот Коста-Риканцы? Когда мы говорим о Коста-Риканцах, Коста-Рика хоть и маленькая страна, но в разных местах она очень разная. Вот здесь, на Карибском побережье Коста-Рики, мы более приветливые и радостные. Здесь больше музыки, больше наслаждения от жизни. В центральной части люди тоже приветливые, но немного не так, как здесь. И музыки не так много. Блюда вообще другие, и выглядят они совсем по-другому. То же самое и с Тихоокеанским побережьем. А если в целом, Коста-Риканцы сами по себе очень дружелюбный народ. Я бы даже сказал, что мы самые дружелюбные на всем южноамериканском континенте. Ильмер, опиши, пожалуйста, твое понимание Пуравида. Но вот когда у тебя что-то неприятное случается, ты просто говоришь, окей, с этим уже ничего не сделаешь. Потому что оно уже произошло. И вместо того, чтобы переводить свои нервы, лучше просто отпустить это и наслаждаться моментом. Жизнь продолжается, и ты рано или поздно найдешь решение своей проблемы. Так что это значит, все улучшится. В моем племени у нас есть слово Плуй. Оно по смыслу похоже на Пуравида. Тоже означает, что все улучшится. Это не означает, что все будет прям хорошо, но что точно станет лучше. Плуй можно даже говорить, когда здороваешься с кем-то. Говоришь просто Плуй. Ты ведь христианин, адвентист седьмого дня, правильно? В моем родном племени Насо Тхерди Тхерди состоит из двух разных слов. Тхер – это наша богиня, а Ди – это река, у которой мы живем. Ну, на берегу этой реки. И вместе оно означает река богини. Так что наша богиня, она для нас как бог для христиан. И теперь я сам тоже христианин. И молодое поколение моего племени тоже христиане. Потому что с приходом колонизаторов пришла и католическая церковь. И они стали крестить людей моего племени. И потом случилось так, что у нас уже не было связи как раньше с нашей богиней. Как раньше, имея в виду до прихода католической церкви. Наши целители или шаманы раньше могли связываться и общаться с богиней Тхер. А потом пришли католики, и она, так можно сказать, стала ревновать. И перестала поддерживать контакт с нами и нашим вождем. Ну и потом католики стали заставлять местных принимать их веру. Но они отказывались приходить в церковь по воскресеньям, например. Это просто не было у них традицией. У них была своя специальная дата для проведения церемоний в честь нашей богини. А в 1937 году церковь адвентистов седьмого дня пришла в нашу общину, но не как церковь, а просто чтобы помочь людям с лекарствами от разных недугов. И еще учили их как писать и читать, типа продвигали больницу и школу. Своё образование. А кто ты по образованию? У меня полное среднее образование. Я не учился в университете, потому что у меня не было такой возможности. Мне негде было жить и вообще денег, чтобы оплатить обучение. А где твоя семья сейчас? Мои родители до сих пор живут в горах, где даже в наше время у них нет ни электричества, ни машины. Чтобы добраться туда, нужно идти пешком. И как часто ты их навещаешь? Если я работаю, то обычно раз в год. Но последние два года я их практически не вижу, потому что, ну, просто денег нет сейчас. Как ты считаешь, кто счастливее? Люди, которые живут в большом городе? Или твои родители, живущие в горах, без электричества, дорог, интернета и всего остального? В горах мы более счастливые. Потому что не нужно переживать за оплату аренды, за погоду, электричество. Там наверху тебе вообще ни за что платить не надо. В горах мы гораздо меньше подвергаемся стрессу. Что бы ты хотел, чтобы здесь поменялось? Закончилась коррупция в политике, в государстве. У нас не хорошие дороги, плохие дороги. Хотя и государство все время берет миллионы долларов у международных банков или там банки мира, чтобы или построить дороги, или поремонтировать. Получаем деньги. Уже несколько миллионов остались по дороге. Еще не начали стройку, а уже денег нет. Должны закончить дорогу 40 лет назад, а до сих пор не закончили. А что я хотел, чтобы поменялся они, что были более возможности для молодых вместо работы. Все говорят, что есть работы, а работы нет. Никто не хочет брать, потому что какой-то кризис экономический идет у нас. И у меня просто знакомые, у меня тоже в семье хотят, желают работать. А работы нет. Я не знаю, как у вас, но у нас китайцы. Они все покупают, все в магазине. А кто там работает? Там не работают стариканцы, потому что они не пойдут на эти зарплаты. Там работают только иностранцы, никарагуанцы в основном. Они там даже минимальную зарплату не платят. По статистике, зарплата среднестатистического костариканца составляет около 750 долларов США в месяц. В небольших городах ежемесячный доход будет примерно 450 долларов. Цифры, конечно же, колеблются в зависимости от региона и города. Так вот, минимальный же официальный размер оплаты труда в Коста-Рике в настоящее время установлен в размере 325 тысяч колоннов. Это приблизительно 505 долларов США. Что касается экономических сложностей Коста-Рики, то в первую очередь это безработица в размере аж 18%. Такая печальная ситуация во многом является результатом пандемии, которая спровоцировала рекордный уровень безработицы. Аж 24% в середине 2020. А в этот момент безработица среди женщин была вообще около 30%. При этом в 2022 ВВП Коста-Рики составила около 26 тысяч долларов на душу населения, что почти два раза больше, чем в Украине. И занимает она 66 место среди 192 стран. Что касается стоимости жизни, Коста-Рика считается страной с умеренно высоким уровнем цен. Согласно статистике сайта Намбэу, цены на продукты питания здесь на 106% выше украинских. Это больше, чем в два раза. Но при этом на 80% ниже американских. Аренда квартиры или дома в Коста-Рике обойдется в среднем на 99% дороже, чем аренда аналогичного жилья в Украине, но в два раза дешевле, чем в США. Вообще, эта страна часто ассоциируется с экспортом бананов и кофе, что действительно значимо для ее экономики. Но сельское хозяйство обеспечивает только 5,5% ВВП. Многие удивятся, но Коста-Рика получает не меньше, а гораздо больше за счет производства микропроцессоров, медицинского оборудования и другой промышленности. Это дает 19% ВВП, но больше всего приносит сферу услуг – 76%. Большой роль играет туризм, ежегодно сюда приезжают около трех миллионов иностранцев. Ола, ола, сеньора. Это твоя сестра, да? Да, это моя старшая сестра. У меня пять сестер и три брата. А мы сегодня хотим тебя пригласить к нам домой. Мой район. Там парни стояли, курили что-то. Травку курили. Часто курят здесь? Да, постоянно. Тут марихуана растет, как дикое растение. Она разрешена здесь? Нет, не разрешена, но все курят даже в парках, на улицах. Часто хотят легализировать. Но нисколько там народ против, и какие-то министры тоже против, что не хотят, депутаты не хотят. Потому что коста-риканцы очень веселые. Если они курят так скрыто, нормально. А если свободно, я думаю, что ты сама будет курить. Ты сам куришь? Нет. Нет? Пьешь? Я только пью. Пьешь, а что пьешь? Все, все, что подряд. Все, что есть? Все, что есть алкоголь, я пью. Но я никогда ни травки, ни кокаина нету. Хотя и тут везде. Тут в Коста-Рике, это мост Коста-Рика. Это мост Колумбия, Коста-Рика, Европа или в Америку. Тут постоянно находят, не то, что находят там килограмм, тут находят тон. Тон? Кокаин. Я тут живу. Вот здесь? Да, это мой дом. А как изменился твой район за последние годы? Боже мой, я тут вырос. Я помню, тут ни одного дома, даже нет асфальта. Только была одна плантация кофе. Я тут и вырос. Но за последние десять лет все изменилось. Кофе никому не нужен сейчас. Невыгодно, говорят, выращивать. Да, действительно, климат и почва Коста-Рики идеально подходят, чтобы выращивать качественный кофе. Но в последнее время фермеры сталкиваются с последствиями климатических изменений. Климат – это не единственная их проблема. Другая проблема – это стоимость производства. Учитывая, что труд и сельскохозяйственные ресурсы в Бразилии, Азии и даже в других центральноамериканских странах значительно дешевле, конкурировать с ними по цене крайне сложно. Из-за высокого уровня зарплат местного населения нанимать рабочих внутри страны очень дорого. Да и желающих, честно говоря, маловато. Поэтому урожай обычно собирают люди из Никарагуа и других стран. Им можно платить сильно меньше. Такие мигранты перемещаются между странами Центральной Америки в течение всего года для сбора урожая. Так как в каждой стране время сбора урожая, конечно же, отличается. Однако и это помогает лишь незначительно. А нас с вами сейчас ждет по нашим меркам маленькая свадьба. Но по костариканским это просто семейный ужин. Мы идем в гости к сестре Хулио, где в итоге под одной крышей соберется человек 20. Да, просто встретиться на ужин, выпить пиво и поболтать о жизни. Семья по-прежнему является главной ценностью для жителей Коста-Рики. Прошлые поколения привыкли иметь от 8 до 15 детей. Мамочки, папочки, сейчас вдумайтесь, до 15 детей. Это же как часто нужно было рожать и как их всех содержать и выращивать. Сейчас же многие семьи сократились и у них часто 1-2 ребенка. Это в том числе произошло, потому что изменился образ жизни. С одной стороны, уже не так много людей владеют крупными фермами, которые им нужны для работы большими семьями. И с другой, стоимостью жизни значительно выросла, что делает почти невозможным содержание своей большой семьи, если вы, конечно, не обеспечены. Но при этом костариканские семьи кажутся очень большими, потому что семьи и детей живут очень близко друг к другу. И они часто собираются вместе для особых случаев, как сегодня. Я пришел в гости, можно просто собраться. На самом деле, семья, в которую мы сейчас идем, просто собралась не потому, что я приехал. Они даже не знали, что я зайду к ним в гости. Так получилось. Так вот, в костариканских семьях подавляющее большинство родителей все еще женаты. Развод здесь является относительно новым явлением. Хотя трое из моих героев в этом видео развелись со своими супругами. Кто-то остался один, а кто-то нашел себе новую половинку. Обычная мечта среднестатистического костариканца состоит в том, чтобы иметь хорошую работу, жениться и иметь семью, чтобы о ней заботиться. Я вам покажу сейчас одну маленькую часть моей огромной семьи. Вот это моя родная сестра. Ну вот смотри, какие родственники еще есть. Но кроме ее, у меня еще четыре сестры и три родные брата. А у каждого по две, по три детей. То есть, в общем, где-то пятьдесят человек. Самые-самые близкие. В основном собираемся в доме моей мамы. Слава Богу, у мамы есть дом где? Ну там садик и есть место, где собираться. И все так отмечаем все. И день рождения каждого, и Новый год, и родительство. Как часто собираетесь в семье? Можно сказать, каждую неделю. По золотам все ходят к маме. Мама уже в возрасте уже, и тоже надо помогать. Мама довольно все время готовит. И она рада, что все приходили. Постоянно приглашаем, потому что у нас, мы любим пить. И день рождения готовит пить. Пить? Алкоголь? Да. Пиво в основном. Все пьют? Кто там? Пиво. Двенадцатилетняя девочка тоже? Да. Но они будут пить, это обязательно. Потому что они родители и все. У вас пившая семья мировоза? Да. Но мы не отличаемся от других семей в Коста-Рике. В Коста-Рике в основном все пьют, и пьют, и пьют. Твоя сестра уже бабушка получает? И у нее внучка, которая двенадцать лет? Да. Окей. Тринадцать квадро. Тринадцать четыре. Окей. То есть она родила в шестнадцати лет. А, нет, восемнадцать. Только она работает? Адмистрата говорит? Да. Я вижу, все понимаю. А сколько денег зарабатывать? Сто тринадцать тысяч в неделю. Двести двадцать долларов в неделю. И куда эти деньги расходуются? В основном. Еда. Еда, потому что у нас дорого. В Коста-Рике, как и в Мексике, и в Колумбии, и в азиатских странах много жарят. Здесь прям очень много жареной еды. При этом главное блюдо страны – это гайопинто, смесь риса с фасолью. Его готовят со сладким перцем, луком, специями. Поэтому даже такое простое блюдо получается очень вкусным. На корейском побережье его называют просто рис с фасолью и готовят в кокосовом молоке. Коста-Риканцы едят гайопинто на завтрак, обед и ужин 365 дней в году. И, что странно, продолжать его любить. Вот сейчас вспоминаю мною любимый Бали. И там тоже местные с утра до вечера едят рис в разных вариациях. И еще иногда рыбу и курицу. И всегда счастливы. Еще, кстати говоря, местные коста-риканцы питаются в семейных ресторанах, которые называются Сода. Или Сода, не знаю как точно. Но, в общем, так и не называются. В этих ресторанах готовят блюдо касадо. Касадо – это фирменный коста-риканский ланч. В его составе белый рис, рыба или курица. Два вида салатов – жареные зеленые бананы и бобы. Такая тарелка обычно обходится в 7 долларов США. С испанского касадо переводится как «женатый». По одной из версий, коста-риканские жены готовили питательное сбалансированное блюдо своим мужьям на обед. А мужчины брали его с собой на работу с завернутым в банановые листья. Это не банан. Это не банан? Нет, конечно, это вашой. Это называется фрактанал. А из его, конечно, надо убрать с куры, а потом чуть-чуть сварить, а потом резать к концу и потом бутылочкой и жарить. В Коста-Рику я прилетел на самолете и в этот раз, как и в большинстве моих путешествий, за авиабилеты не переплатил. Знаете почему? Перед поездкой я зашел на TripMyDream, задал свои параметры поиска, выбрал из множества вариантов самый выгодный рейс и в удобные для меня даты. Сравнил цены и купил. И так делаю уже последние 10 лет. Кто не в курсе, TripMyDream – это поиск авиабилетов и путешествий, которые помогают найти именно тот самый выгодный вариант. Сравнить предложения от всех авиакомпаний и онлайн-продавцов и выбрать свой. Здесь также множество полезной информации для путешественников и для мигрантов. А еще это один из пяти моих бизнесов, которому уже 10 лет и которым ежемесячно пользуется миллион путешественников со всего мира. Начинайте планировать свои путешествия на TripMyDream. Ссылка на сайт и его с приложения в описании к видео. Что бы ты поменял в Коста-Рике? Хм, люди должны начать больше ценить природу. Жить в гармонии с ней, уважать ее. Наше электричество мы получаем от реки. Но из-за дамбы так много гектаров залило водой и много животных погибло. Если мы, например, будем использовать меньше электричества, нам не придется строить еще дамбы и повторять все это. Есть другие пути получить электричество. Еще вот пластик. Например, в магазине нужно стараться не покупать каждый раз новые пакеты. Если они дома уже есть, лучше просто их сразу взять с собой, когда идешь за продуктами. А то лежат и не используются даже. А вообще, лучше поменьше такого производить. Используйте как меньше, как возможно. Это какао-дерево. Основная культура, которую мы здесь выращиваем. В этой части Коста-Рики для местных это еще и одна из основных составляющих рациона. Вот цветок и сам фрукт. Какао-дерево изначально пришло из лесов Амазонки. Его использовали майя и ацтеки в Мексике. Местные здесь используют его именно для напитка. Мы, правда, постоянно пьем какао. У нас на производстве в Коста-Рике какао проходит только два процесса переработки. Ферментация и сушка. И потом мы упаковываем и отправляем. Но сейчас сложновато с перевозкой, потому что не так много рынков или мест для продажи какао. И какао, получается, слишком разрастается. Вырастает целый лес. Но его даже не приходится обрезать. Потому что какао-деревьям как раз-таки нужна тень. И плюс еще животные могут на них жить. Только белки, конечно, вовсю поедают плоды. Полезные качества какао, кстати. Это я сейчас именно про какао говорю. Не шоколад, к которому все привыкли. Люди слышат слово шоколад, и для них это означает что-то такое сладкое и с молоком. Но вот для нас, когда мы говорим шоколад, мы имеем в виду стопроцентное какао. У вас оно всегда смешанное еще с чем-то. Так что у нас это стопроцентное какао и немного воды. И мы получаем настоящий традиционный горячий шоколад. Мы вот так вот его смешиваем, значит, пьем. Еще дополнительно подогреваем, кстати. Потому что когда подогреваешь какао, то в нем активируется еще больше антиоксидантов. Которые, в свою очередь, стимулируют мозг. В какао содержится теобрамин, который дает много энергии. Вот почему мы пьем его часто утром. Нам нужна эта энергия, чтобы работать целый день. А в давние времена, когда у нас были только сами бобы, мы ели их прямо целиком. Когда охотились или воевали с соседними племенами. И о временах, которые были еще до колонизации. Мы просто съедали 5-6 какао-бобов. И нам хватало этой энергии на много-много часов работы. Даже до сих пор так делаем. Пьем горячий шоколад именно для этого. Без всякого молока или сахара. А сколько выходит с одного дерева? Зависит от вида. Если это криола, без всяких удобрений, модификаций и так далее. В год где-то 40-50 фруктов с одного дерева получается. 40-50 в год. А если с леса, то можно собрать даже больше 100. Ну это примерно, конечно. Значит 40-45 фруктов в год. А сколько с этого выходит уже готовых чашек какао? Окей, значит с 22 выходит 1 килограмм сухих бобов. А с одного килограмма сухих бобов, после того как их уже обжарить и почистить, выходит 900 грамм стопроцентной какао-пудры. А сколько чашек выйдет из этих 900 грамм, это уже зависит от того, какой горячий шоколад ты будешь делать. Зависит от того, насколько крепкий он будет. Кому-то нужно всего 2 чайные ложки. 2 на целый стакан. Я вот всегда делаю из 4. Для меня я добавлю 4 шоколада в 1 кафе. Боже, какой же кайф. У тебя в километре океан. Ты живешь в джунглях, ты счастлив, тебе ничего не надо. Тебе хватает тех нескольких сотен долларов, которые ты зарабатываешь. Ты хочешь зарабатывать 800 тысячу, ни о чем не думаешь. У тебя жилье, скажем честно, такое средненькое, очень средненькое. Но ты счастлив. Ты счастлив с тем, что есть у тебя прямо сейчас. Не думаешь о том, что будет завтра, было вчера. У тебя пуровида. По крайней мере, я ее так понимаю. Ты сдаешься жизни, ты доверяешься жизни. Ты становишься этой жизнью. Ты есть вся жизнь. В общем, мы людей это осознание поняли и ценили то, что у них есть. Жили в моменте, действительно отдавались жизни, доверяли жизни. И думали позитивно. Когда мы думаем позитивно, тогда мы притягиваем к себе позитив. Потому что мы становимся тем, на чем мы фокусируемся. И то, к чему мы сопротивляемся, мы усиливаем. Но у каждого свой выбор. И каждому нести за него ответственность. Мы с вами находимся в каком-то селе Сан-Клименте, близ городка Лимон, от которого я впервые в жизни слышу. Это Карибское побережье, Коста-Рики. И здесь я по-настоящему прочувствовал, что такое выражение куровида. Что оно значит и почему оно в ДНК у каждого костариканца. Сан-Клименты Сан-Клименты Знаете, так часто бывает, что в моменте тебя начинает просто переть. Да, именно это слово мне сейчас хочется употребить. Так вот, тебя прет от людей, природы, просто окружающего мира. И когда рядом камера, ты готов поделиться своими чувствами и эмоциями. И это часто выглядит, как будто ты под чем-то. Как будто ты выпил, курнул или еще чего-то принял. Я более 10 лет ничего не принимаю, включая алкоголь. И меня, если прет, то прет просто от жизни. Это тот дар, с которым мы родились и о котором многие забыли. Это то, ради чего хочется жить и очищать свое сознание. Чтобы тебя просто перло от того, что ты есть. Это тот случай, когда твое существование является источником твоего жизнеобеспечения. Ты есть. И все есть. Когда ты полноценно проживаешь каждое мгновение, то вся жизнь и ее поток энергии течет через тебя. Ты есть. Вся жизнь. Мне кажется, многие костариканцы именно так и живут. Живут, казалось бы, очень бедно, но действительно они очень счастливы. Помните дом Педро, где все, честно говоря, очень по-бедному и особо никто не убирается. При этом ведь сам Педро по-настоящему счастлив. Педро никуда не спешит и просто живет. Он мне сказал, что ему на жизнь нужно всего лишь 250 долларов и больше вообще не надо. А зачем? Он не заморачивается. У него настоящая буровида. Мы с вами сейчас находимся на Карибском побережье Коста-Рики. И мне кажется, что здесь все еще более расслаблены. Вот прям на полную. И туристы сюда приезжают, чтобы вместе с местными тоже на полную расслабиться. По дороге сюда мы заехали в городок Лимон, полетали там, познакомились с местными, которые, как обычно, говорят только на испанском. Да, в Коста-Рике английским владеют крайне редко и вот с ними нужно говорить на испанском, либо с переводчиком. Так вот, погуляли по этому городку и потом отправились в городок с особым колоритом. Вообще, дорога и атмосфера этой части страны мне почему-то напоминает Бали. Вот не знаю, такое ощущение, что я здесь, на моем любимом Бали. Здесь все зеленое, как, впрочем, и во всей Коста-Рике. Но зелень совсем иная и в сочетании с огромными волнами на диких бесконечных пляжах создают особую атмосферу пуровиды у океана. Дорога здесь, как медитация. Мы остановились и попробовали местный кокос. Хотите верьте, хотите нет, но это был самый вкусный кокос за мои 42 года. У меня 53 страны и кокосу я пробовал много где. Но этот был самый особенный. У него вкус, как рожаного пломбира. Это прям кайф. Знаете, сколько он стоит? 75 центов. Да, всего лишь 75 центов. Самый вкусный кокос в мире со вкусом пломбира. К закату мы приехали в то самое особенное место. Городок называется Перто-Вьеха де Таламанка. Поселились в прикольном хостеле, где отдельный номер стоит около 41 доллара за ночь. Хотя в этом хостеле большинство гостей не на одну-две ночи, а на недели и месяцы. И многие приезжают сюда повторно, как из Северной Америки, так и из Европы. Здесь вообще ощущение, что ты где-то на Ямайке. Много молодежи из разных стран и местного темнокожего населения травкой тянет просто со всех сторон. Все на расслабоне. Все просто познали, что такое пуровида. Я не был на Ямайке, но Ямайка явно имела влияние на эту часть Коста-Рики. Вообще по городку приятно погулять и не только от стариков, которые волей-неволей втягиваешь, а и благодаря очень легкому вайбу, который здесь царит, а также благодаря, конечно же, наличию океана и ощущению безопасности. В этом месте очень много стильных ресторанов, магазинчиков и баров, которые я не встречал в других частях страны. Но при этом здесь не особо дешево. Мой простой ужин в ресторане обошелся в 44 доллара. При этом, конечно же, можно найти еду в 3-4 раза дешевле. Но это будет Коста-Риканский стрит-фуд. Музыка Так и хочется сказать, а тельное место. Реально чувствую себя дома. А вот прямо как приехали к океану, чувствую себя дома. Вообще кайф. Мне так нравится здесь. Сложно объяснить. Много энергии идет, и сложно все это вообще объяснить. Я думаю, может быть, это не просто эмоции, а реально такое особенное место, где никто никуда не спешит, не собираются. Это простые люди, которые просто живут и наслаждаются тем, что у них есть настоящего. Нас ждут еще другие части Коста-Рики и много местных. И сейчас мы отправимся поближе к столице Сан-Хосе на центральное плато, где и живет большая часть населения страны. И если вы сегодня еще не пили хороший кофе, то настало время это исправить. Кстати, пожалуйста, не поленитесь, напишите в комментарии, пошли ли вы действительно заваривать себе кофе, либо пойдете заваривать его после просмотра этого сюжета. А еще поставьте лайк этому видео, если вам интересно. Кофе по сей день остается главным экспортом Коста-Рики. Он очень хорош, у него тонкий цитрусовый аромат. Ну, а мы с вами заехали на одну из множества кофейных плантаций здесь недалеко от Сан-Хосе. И сейчас разберемся в теме кофейной по-костарикански. И нам поможет в этом Хавьер, работник магазинчика на одной из кофейных плантаций. Меня зовут Хавьер, и я работаю здесь уже более 25 лет. Представляете, я занимаюсь здесь абсолютно всем. Готовлю кофе, убираю помещение, мою посуду. Даже убираю в туалете. И это все я, один человек. Скажите, пожалуйста, какой кофе здесь выращивается, сколько и куда его продают? Здесь у нас 2000 гектаров. И все на этой земле мы выращиваем кофе. Но сколько его продают? Я даже не знаю. Но 90% вот этого кофе экспортируется. Да, мы много экспортируем. И больше всего в Америку. Как все-таки правильно заваривать кофе по-костарикански? Смотри, вот сюда засыпается молотый кофе. И вскипевшая, но не кипящая вода. Это очень важно. Чтобы не было 100 градусов. Запомни, не кипящая вода. И потом вот сюда подставляется. Да, кипятком, но не кипящей водой. Это обязательно. Потому что если кофе будет перегретый, то вкусовые качества просто потеряются. И ты будешь пить не костариканский кофе, а ослиную. Ну ты понял, это я шучу. Просто делай, как я сказал, и всегда будешь пить лучший кофе. Чориадор – это самый популярный способ приготовления кофе в Коста-Рике. В специальный тряпочный мешочек, больсито, насыпают кофе, заливают водой и ждут, пока ароматный напиток стекает в чайник. Не могу сказать, что вкус как-то сильно отличается от других кофеварок, но в процессе приготовления есть какая-то определенная атмосфера. А кто собирает кофе? Сколько людей работают на этих плантациях? Непосредственно вот эта плантация – 90 гектаров. И для того, чтобы собрать кофе, необходимо 200 человек. Если не секрет, сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю 1000 долларов в месяц. Пуравида. Что это для вас? Все хорошее. Что нужно, чтобы быть позитивным и счастливым? Коста-риканцы же считаются самой счастливой нацией в мире. Как вы думаете? Почему? Потому что пьют только кофе. Поэтому. Что бы вы хотели, чтобы изменилось в Коста-Рике в ближайшие 10 лет? Безопасность. Да, безопасность. А что не так с безопасностью? Очень много наркотиков. Очень. Но меньше же, чем в Колумбии. Да, конечно. Меньше. Это 100%. Но все равно нужно, чтобы кто-то набрался мужества и разобрался уже с этим вопросом. Да, и с этим вопросом, конечно, стоит разобраться. Но пока на этом зарабатывают огромные деньги на всех уровнях, то никто, понятное дело, этим заниматься не станет. Вообще в мире создается все возможное, чтобы население становилось тупее, и, соответственно, более управляемое не размножалось и само себя в итоге уничтожило. Зачастую пропагандируется вовсе нездоровый образ жизни, нездоровые и неприродные отношения, алкоголь, всякие вещества, компьютерные игры, виртуальная жизнь и еще множество всего. Но мы с вами выбираем, на чем фокусироваться и куда направлять нашу энергию. Куда внимание, туда энергия. Поэтому давайте вернемся на плантацию, на нашу кофейную плантацию. Кстати, рядом с этой плантацией много домиков, и здесь выращивают не только кофе, но и авокадо, и бананы. А кофе здесь, в кафешке, я купил за 15 долларов, за полкилограмма. С этой кофейной плантацией мы заехали на вулкан Пуаз, который смело можно назвать визитной карточкой Коста-Рики. И его виды просто завораживают. Мы также прогулялись по национальным и частным паркам, встретили много разных животных, прошлись вдоль каскада водопадов и настроились на одну вибрацию. И в таком настроении отправились на север страны, на границу с Никарагуа. По дороге сначала мы встретили группу велосипедистов, у которых очень яркая спортивная пуровида, и они провоцируют и тебя полноценно познать свою пуровиду. Ай, нам пришлось около часа, вот реально, просто ехать за ними. Ведь возможности их обогнать просто отсутствовало. Да, настало время проверить, насколько ты готов принять ситуацию и никуда не спешить. Короче говоря, час урока пуровиды, спортивной пуровиды вместе с велосипедистами прошел не зря. И в благодарности жизни я случайно заметил игуан на дереве возле какого-то простейшего ресторана у дороги. Оказалось, что игуаны здесь живут у Карлоса, который владеет рестораном посреди этого места, где нет ничего туристического. И в который в том числе заманивают к себе таким образом посетителей. В смысле, игуанами на дереве. Меня зовут Карлос Гарсия, мне 60 лет. Я владею этим рестораном уже в течение 30 лет. Помимо этого бизнеса я еще занимаюсь фермерством. На своих землях развожу коров. Мясных коров. Да, я люблю коров и мясо тоже люблю. Вообще, большую часть жизни я прожил в Сан-Хосе. Это наша столица. Заработал там денег и приехал вот сюда, в Коста-Риканскую Глухомань. И открыл вот этот ресторан, в том числе. Сколько вам нужно денег для счастливой и комфортной жизни в Коста-Рике? Мне? Денег? Ты не поверишь, но максимум 2000 долларов в месяц. Долларов? Американских? Да, точно, не больше. У меня своя машина, дом. Еще есть дома, которые я сдаю в аренду. Я обеспеченный человек. Что такое Пуравида? Объясните, пожалуйста, по-своему. Все хорошо. Для меня это означает, что все хорошо, прекрасно. Я произвожу мясо, которое я готовлю здесь. У меня все в жизни хорошо. Больше ничего не надо. Я просто живу и получаю удовольствие. Суета столицы в прошлом. Могу себе позволить никуда не спешить и просто жить в удовольствие. А бывает плохо? Сейчас нет. Вообще нет. Мои земли здесь, мои коровки здесь. Мне даже такая мелочь нравится, как трогать своих коров. Именно здесь хорошо. В Сан-Хосе такого быть не может. Там суета. Здесь же кайф. Настоящая жизнь. У меня несколько финок. Это земля и дача. Так вот, одна из финок стоит полмиллиона долларов. Хм. Получается, я миллионер. Да, прикольно. Как в Коста-Рике относятся к иностранцам, которые приезжают сюда жить? Мы не завидуем. И у нас нет проблем с людьми, которые сюда приезжают и живут. Поживут чего-то. Я не рад, когда приезжают, например, из Венесуэлы и грабят банки. Никаргуанцы, которые грабят людей. Это не радует. Но этого в этом месте не так много. Какое-то время назад, 30-35 лет назад, мы вообще спали с открытыми дверями. Мы их просто не закрывали. Мы не боялись никаких воров. Представляешь? Сейчас уже все по-другому. Мир поменялся, и Коста-Рика тоже. Если бы я мог что-то поменять в этой стране, первым делом я бы решил вопрос коррупции. Это нас съедает и травит. Это нужно решить. А вы бы хотели жить в какой-нибудь другой стране или только в Коста-Рике? Нет, только здесь. Это лучшее место для меня. Интересная ситуация. Там стоит полиция. Грубо говоря, пограничники, которые контролируют границу. Мы очень рядом с границей с Никарагуа с вами находимся. И вон там вот в поле бегут два парня, которые, судя по всему, пытаются перейти на территорию Коста-Рики. Но они уже находятся на территории Коста-Рики. Скорее всего, из Никарагуа. Но они просто по болотам, по, не знаю, полям заросшим просто себе идут и идут, а их полиция гоняет. Мы с вами едем на границу с Никарагуа, в Каньо Негро. Там будет очень много птиц. Это место совсем иная Коста-Рика. Это место на границе с Никарагуа. Здесь, в Коста-Рике, куда бы я ни приезжал, я встречаю добрых и счастливых людей. И в каждой части страны я нахожу себя. Север страны имеет вообще другой вайб. Здесь и люди живут по-другому, и природа совсем другая. Мы приехали с вами в национальный заповедник дикой природы Каньо Негро. Он расположен на границе с Никарагуа, в провинции Аллахуэла. Занимая территорию площадью около 10 тысяч гектаров, здесь находится одно из крупнейших пресноводных озер Коста-Рики – Лагуна Каньо Негро. В нем водится большое количество рыбы, и самое редкое – это хищная рыба Гаспар или панцерная щука, которую называют живым ископаемым. Это очень древняя рыба, и кожа у нее почти как у молодого крокодила. На болотистых участках гнездятся тысячи птиц, в том числе и перелетных. Улетая на зиму, из одного места все птицы так или иначе посещают заповедник Каньо Негро. Некоторые виды используют его как пункт отдыха перед дальнейшим путешествием, а некоторые остаются здесь зимовать. Для любителей экологического туризма в заповеднике открыты несколько туристических маршрутов, проводятся экскурсии на лодках, походы в тропический лес и наблюдения за птицами, и, конечно же, рыбалка. В общем, вижу я каких-то розовых колпиц, цаплей и утки, и еще какие-то птицы. 461 вид птиц описан, который живет в этом регионе. Из более 850 птиц, которые живут здесь, на территории Коста-Рики. Невероятно просто. И знаете, что приятно? Что птицы живут в свободе. Их никто не закрыл в клетках, как в некоторых местах здесь, в частных парках. Их никто не заставляет ничего делать. Они просто живут в той среде, в которой и они и должны жить. Как и человек должен жить. Просто в гармонии с природой. Не в больших городах, в этих клетках, домах, квартирах, которые нас пытаются все запереть. А просто в гармонии с природой. Эта страна отличнейший пример того, как должен жить человек. Человек был создан для того, чтобы жить в гармонии с собой, в гармонии с природой, в гармонии с жизнью. Не вредив никому, ни себе, ни природе, ни всей жизни. Просто дополняя ее. Сегодняшнее мое описание Пуровиды именно такое. Наблюдение за птицами – это тоже особый вид медитации. Вдоволь насладившись видом сверху, мы сели в лодочку и отправились в путешествие по воде. Это вообще что-то непередаваемое. Здесь хочется и можется дышать на полную. Ты чувствуешь себя свободным и счастливым, улыбаешься каждой птице, крокодилам, встречающимся рыбакам и местным жителям. С улыбкой подплываешь к ним и просто заводишь разговор о жизни. Меня зовут Кармен. Сейчас мне 74. 4 июля мне исполнится 75 лет. Я родилась в Пунтареносе, в городе Пунтаренос. У меня три дочери и три сына. 9 лет назад я переехала сюда. Если я вам буду рассказывать свою историю жизни, то сегодня точно не закончу. Жизнь ко мне благосклонна, несмотря на то, что я потеряла своих родителей, когда мне было 5 лет. И я с 5 лет живу с помощью Бога, одна. Никогда не была жената, но у меня три дочки и три сына. Конечно, мне очень нравится здесь. Здесь более спокойно. Мне нравится ловить рыбу. Очень нравится ловить рыбу. Но мне не нравится ее есть. Правда, я просто ловлю. А у вас пенсия есть? Моя пенсия 80 тысяч колонн. Это примерно 120 долларов. Да, я не шикую, на всем экономлю. Счастье нельзя купить за деньги. Не имеет значения, сколько у тебя денег. Мне нужно максимум 300 долларов. Да, я бы жила максимально комфортно, если бы у меня было 300 долларов в месяц. Что такое Пуравида? Все отлично, все замечательно. Замечательно все. Меня зовут Барнаби. Но это записано у меня в свидетельстве о рождении. Все меня знают здесь как Чамба. Я гид. Туристический гид. Вожу туры фотографов, чтобы фотографировать птиц. И занимаюсь рыбалкой. В высокий сезон я зарабатываю иногда 2-3 тысячи долларов в месяц. Но эти деньги я не трачу. Почему? Потому что на мою жизнь хватает 500-700 долларов. Потому что я живу с мамой в одном доме. Маме 77 лет. И мы друг друга понимаем. Я несколько раз бывал в Никарагуа. Совсем недавно я ездил с группой американских фотографов в Колумбию. Там фотографировал. Но отсюда переезжать никуда не хочу. Родился немного подальше. В Лос-Чилес. 20 километров отсюда. Но здесь мне нравится. У меня здесь есть работа. У меня здесь есть дом. У меня здесь есть все, что необходимо для жизни. Самое главное – спокойствие. Здесь в криминальном плане очень спокойно. Хотя половина населения в Каньо Негро – это никарагуанцы. Но это те никарагуанцы, которые приезжают, которые работают. Работают на финках и занимаются сельским хозяйством. Пура вида – это общепринятое костариканское выражение. Которое обозначает «все хорошо», «все замечательно». И действительно, для меня это тоже самое обозначает «пура вида». У меня все нормально. У меня нет проблем. Я живу спокойно. У меня все замечательно. Пура вида. Слышите птицы, птицы, птицы и птицы. Прикол в том, что их так много, что мне кажется, что если даже здесь 100 или 200 лет живешь, а долголетия в Коста-Рике очень серьезные люди, очень много живут, все равно не услышишь всех сочетаний всех птиц. Класс. Плывем по речке. Тишина. Сегодня воскресенье, местные просто повыходили, ловят рыбу, на пикнике сидят, проводят время с семьей, никуда не спешат. Такая себе речная, другая, немного другая пура вида. А я здесь просто кайфую, потому что природа, никто никуда не спешит. Я слышу себя, я слышу разные вибрации того, что вокруг. Объединяюсь с этим, это так невероятно. Знаете, в чем пура вида? Вот даже сейчас я записываю, стою тихо и говорю. Есть парочка, лево, сейчас покажу их, плывет от меня слева. Я на плану лодки, они заглушили мотор, потому что у меня пура вида, значит и у них пура вида. Можно заглушить мотор. Я же говорю, невероятно. Плывем на закат, не знаю, будет ли, но так классно плывешь. То крокодил, то птички. Я просто, у меня восторг. В английском есть такое слово, рапчур. И у меня восторг. Наверное, вот в чем в том числе заключается эта самая пура вида. Сейчас покажу вам людей. Оказалось, что это сестра нашего гида и ее муж. Я не смог устоять и, конечно же, пообщался с Марджери. Я знаю, что в Коста-Рике люди живут очень долго. В чем же секрет вашего благолетия? Еда. Во-первых, вода и свежее, чистое место, как здесь, где свободно дышится и нет никакого стресса. Что такое пура вида? Пура вида – это то, что я чувствую себя здесь хорошо. Это мой мужчина. Он работает с деревом, столер. Мы сейчас строим домик, маленький домик, чистый из бутылок, вообще из пустых бутылок. И вы можете посмотреть. Далеко не каждая женщина пустит к себе на кухню, но мы в таком маленьком, очень аутентичном местном ресторанчике. И Марджери сейчас готовит ужин. Веганский, невеганский. Обязательно это банан, как называется это платан, платонский такой платан. Короче говоря, который жарится. И чук от меня готовится, и мясо она готовит, и сладко какое-то делает. Это так аутентично, это так вкусно. Но, в общем, я сейчас помню. Очень нравится. И вообще она очень гостеприимная. Знаете, что интересно заметил? Я вообще не встречал, наверное, ни одного костариканца, который курил бы сигареты. Пьют? Ну, да, есть, есть. Видели? А вот сигареты вообще не видел. Марджери оказалась настоящей хозяйкой. Все время, что достряпала на кухне для своих гостей, также показала мне, как правильно готовить потеконус и другие местные костариканские блюда. Мы вместе провели на кухне минут 40, общались в основном на языке жестов и, конечно же, сердцем. Закончив приготовление ужина, присоединились к другим гостям этого дома и снова поговорили о пуровиде. Почему костариканцы долго живут, почему не курят и мало пьют. Этот ужин обошелся в 7 долларов и ночь в номере рядом еще 40, а прогулка с гидом на лодке – 100 долларов США. Скажите, пожалуйста, я не заметил, чтобы в Коста-Рике вообще кто-то особо курил. В Коста-Рике не курят? Да, ты прав. Но раньше курили очень много. Это было модно – курить. Но потом пошла реклама здорового образа жизни. Стали объяснять, что это вредно для здоровья. И практически все прекратили курить. Скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего долголетия? По большому счету, я не могу ответить точно на этот вопрос. Но потому что костариканцы очень спокойные. Они спокойные, они не волнуются. Нет стресса. Почему в Коста-Рике такие счастливые и беззаботные люди? У нас нет вооруженных сил. У нас нет войны. Мы не чувствуем этого. Наше внимание идет в другое место. Государство тратит деньги не на армию, а на наши возможности. У нас есть возможность учиться. Каждый костариканец имеет будущее. Но все зависит от него. Какое будущее он выберет. И еще я хочу отметить одну важную вещь. Например, если местные молодые люди захотят поступить в университет, то правительство предоставляет им стипендию на учебу. Соответственно, у них появляется возможность найти очень хорошо оплачиваемую работу. После окончания школы и университета, получая экономическую поддержку от государства. В свою очередь, после учебы, молодежь возвращается сюда и оказывает поддержку своим семьям и всему сообществу. Тот случай, когда ты просыпаешься в 4 утра, ты свежий, просыпаешься от крика пения петухов и от пения птиц. Вот, они поют и поют и поют. Я в каком-то просто птичьем царстве. Кайф. И знаете, что заметил? Люди в этой части Коста-Рики гораздо более дружелюбные. Они, в принципе, дружелюбные. А здесь гораздо более дружелюбные, я как могу судить, по камере. То есть, когда я их снимаю, если они приветливые, что-то рассказывают, ходим в разговор, начинают там улыбаться, позировать. Но для меня это показатель того, что люди открыты и готовы открыть свой внутренний мир для того, чтобы тебя туда немножко впустить и познакомить с ним. Что у нас, в принципе, с вами и получилось сделать в этом регионе Кани-Негро. А мы отправляемся совсем другой, еще одну, иную Коста-Рику. И это будет не только иная Коста-Рика, но и, наверное, ее самая аутентичная часть. Мы с вами едем в резервацию к индейцам Малеку. Но со мной да с камерой доехать быстро немного проблематично. И я, как только что-то или кого-то интересного заметил, тут же останавливаюсь и бегу снимать. В этот раз остановка у нас возле местных полицейских. Насколько безопасно в этом регионе по сравнению с остальными регионами Коста-Рики? Однозначно здесь. Однозначно здесь намного спокойнее, сравнивая с центральными районами Коста-Рики. Мы вчера видели какую-то из этих машин и двух людей, бегающих по полю. Кто это был? Это были некрагуанцы? Вы их ловили или просто прогоняли? В этом месте их мало. А вот в зоне Лос-Чилис там очень много некрагуанцев, которые пытаются попасть в Коста-Рику. Чем вы занимаетесь? Просто проверяете дорогу или расследуете какие-то происшествия? Мы не проверяем транспорт. Мы проверяем людей. Скажите, пожалуйста, какие происшествия запомнились вам за последнее время? В основном мы останавливаем контрабанду. Контрабанду чего? Одежду, ботинки они сюда переправляют нелегально. Почему? Потому что там это все стоит намного дешевле, чем в Коста-Рике. А наркотрафик здесь проходит? Очень мало. Да, бывает иногда, но очень мало. Потому что нет смысла здесь для трафика. А теперь, пожалуйста, ответьте мне честно и глядя в глаза. В Коста-Рике в полиции есть коррупция или нет? Есть и честные люди. И есть, как и везде. Не имеет значения, полиция это или какие-то другие места. Как везде. Бывает. Коста-Рика остается одной из наименее коррумпированных стран Латинской Америки. Согласно индексу коррупции 2022 года, опубликованному Transparency International, Коста-Рика занимает 48 место среди наименее коррумпированных стран из 180, которые участвуют во всей этой истории. Так вот, Украина находится на 54 месте, США на 23, а первое место у Дании. При этом показатель Коста-Рики упал на 4 пункта по сравнению с 2021 годом. Связано такое падение в первую очередь с разоблачением коррупционных схем взяточничества, с участием государственных чиновников и руководителей государства, а также с разоблачением полицейских, которые были связаны с транспортировкой наркоты через территорию Коста-Рики. Это дерево символизирует именно то, что нам всегда не хватало. И, надеюсь, очень скоро будет хватать это дерево мира. На территории всей Северной и Южной Америки до прихода испанцев и других колонизаторов жили индейцы. Они сейчас живут. Кто-то в резервациях, кто-то слился с местным населением, кто-то вообще забыл, что он индейец и забыл о своих корнях. Так вот, на этой территории Коста-Рики жили индейцы племени Малеку. Его дерево, которое за мной находится, называется сейба, либо хлопковое дерево. Оно входит в топ-5 самых крупных деревьев Коста-Рики, высотой 48 метров, в диаметре 22,5 метра. Ему более 400 лет. Так вот, индейцы племени Малеку считали и считают это дерево священным. По их мнению, это дерево-портал, который объединяет загробный мир вместе с тем миром, где мы с вами живем и познаем себя. К индейцам племени Малеку мы еще заедем в гости и обязательно с ними познакомимся. Добро пожаловать в гости к настоящему местному населению. Мы с вами находимся в деревне племени Малеку, которая расположена в национальном парке Ореналь. Это самое маленькое поселение в Коста-Рике. И встречаю тебя здесь как важного гостя или близкого друга. Какие у вас традиционные блюда, которые отличаются от обычной костариканской кухни? И какие у вас блюда готовятся на какие-нибудь, например, там, большие праздники? И что это будут за праздники? Огромное отличие, что мы практически не используем для приготовления своей еды жир и соль. Без соли и без жира. Это первое. Второе, мы практически все готовим на открытом огне. Это наше главное отличие. И еще важно, у нас праздник это не праздник, это воспоминание. Это воспоминание о войне между никарагуанцами и племенем Малеку. И мы в этот день не танцуем, не поем, не играем. У нас нет музыкальных инструментов. Мы собираемся, все три племени собираются вместе. Разговариваем, общаемся, говорим на своем языке. То есть это день воспоминания. Воспоминания, что много пролилось крови, что много убитых. Вот такой день они празднуют все вместе. Мы вообще не поем. У нас нет как таковых музыкальных инструментов, кроме барабана, который используют немного для других целей. Не для танца, а для сигнала. Раньше мы занимались рыболовством и охотой. И сейчас в этой степи, конечно, охотой мы заниматься не можем. А нам же нужно на что-то жить. Поэтому сейчас мы занимаемся ремеслом и изготовлением сувениров. Здесь мы их изготавливаем. Это место наш культурный центр. Мы тут собираемся, изготавливаем разные вещи. И в то же время мы здесь вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Но когда приезжают туристы, то это культурный центр племени Малеку. Сейчас на территории Коста-Рики осталось четыре индейских племени, которые сохранили свою культуру, свой язык и свои традиции. Три племени на юге и племя Малеку на севере. Но с течением времени все равно мы потеряли очень много своих корней. Мы думали, что с приходом цивилизации будем развиваться, будем прогрессировать. Но в итоге мы очень много потеряли и забыли. Забыли свои традиции и корни, которые нам сейчас так необходимы. Мы бы с удовольствием вернулись к тем древним традициям и отбросили все эти технологии и прогресс. Но мы уже все потеряли. Наш последний вождь умер 140 лет назад. Это мой прадедушка. Да, и шаман, который разбирался в медицинских растениях, тоже умер. Он умер очень молодым. И практически не осталось тех людей, которые могли бы передать свои знания. Потому что не каждый человек обладает теми знаниями, чтобы передать кому-то. И, к сожалению, у нас древние шаманские знания просто потерялись. В данный момент у нас нет шамана. А шаман, в отличие от североамериканских племен, здесь, в Центральной Америке, в племени Малеку, он не про какие-то религиозные культы. Это был человек, который разбирался в медицинских растениях. Это был знахарь. Это был врач. Сейчас у нас такового врача в племени нет. Но есть молодые люди, молодые индейцы Малеку, которые хотят получить эти знания и по крупинкам собирают из знаний кого-то. Бабушек, дедушек. Плюс еще какие-то новые знания прилагают, чтобы разбираться в медицине. Сколько вообще лет в племени Малеку и сколько человек в племени осталось? Индейцы Малеку существовали всегда, всегда, всегда. Но сейчас, к сожалению, осталось всего чистых индейцев Малеку, без всяких примесей, чистых, настоящих, 650 человек, которые разделены на три ближайшие деревни. 20 лет назад у нас уже стали возникать генетические вопросы из-за совместных браков между собой. Поэтому сейчас в этом племени мы не женимся. Потому что мы по какой-то ветке все равно являемся родственниками. Мы можем выходить замуж или жениться на любом человеке. Если мы женимся на испанца, на любом, на украинца, то дети у нас уже не будут индейцами. Мы можем жениться на соседних индейских племенах, которые находятся на юге. Но это очень сложно, потому что там тоже очень мало индейцев. В этом случае они остаются индейцами. Но в любом случае, если происходят браки, мы все равно стараемся, чтобы люди, которые пришли в это племя, говорили на языке Малеку. У костариканцев есть понятие Пуравида. У вас есть такое понятие или нет? Есть ли у Малеку понимание, что такое Пуравида, и есть ли в вашей жизни, в вашем племени это самое Пуравида? Для костариканцев, куда бы вы ни пошли, это всегда Пуравида одно, Пуравида другое, Пуравида третье. У нас у индейцев в Малеку не существует понятия Пуравида. У нас понятие Капи-Капи. Это приветствие, это хорошее настроение. И в это понятие Капи-Капи и входит понятие Пуравида. Какая сумма денег нужна вашей семье в месяц для комфортной жизни? Для жизни, если мы говорим о нормальной жизни, я, муж и двое детей. Потому что в Коста-Рике все дорого и дорого и дорого. Необходимо 700 тысяч колонн. Это немного больше тысячи долларов на всю семью. Это просто для нормальной жизни. При этом жизнь в Коста-Рике с каждым годом становится все дороже и дороже. Вот земли, на которых вы здесь живете, это земли, которые принадлежат вам? У нас выделенная земля. 3200 гектаров. Это земля, выделенная нам правительством. Это земля Малеку. Но нам принадлежит всего 15%. Потому что на 85% нашей земли живут люди, которые не индейцы, а которые сюда пришли жить. У которых пастбища, которые занимаются сельским хозяйством. И они здесь живут. Их невозможно отсюда выгнать. У нас точно такие же права, как и у простого костариканца. Надо заполнять достаточно бумаг, очень много, чтобы получить какую-то помощь. Эти бумаги рассматривают или не рассматривают. Никакой специальной помощи индейцам в Коста-Рике вообще нет. Как вы думаете, что нужно для счастья? Я считаю, чтобы быть счастливой, достаточно быть со своими детьми. Быть со своей семьей, быть со своей матерью. Этого вполне достаточно, чтобы быть полностью счастливой. И больше ничего не надо. Такая странная закономерность. Чем беднее живут люди, тем они более простые. И добрые. И как-то с ними совсем по-другому находится общий язык. У меня, в принципе, со всеми находится общий язык нормально. Но не знаю. Вот я сейчас выхожу, я им... Я их всех обнимал, 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 обнимал. Мне понравилось это капи-капи. Это как и любви тебе, и благодарности, и хвалы, и надежды, и доверия. В общем, живи в гармонии с жизнью. Капи-капи-капи-капи-капи-капи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok